Неконтролируемый рост числа мобильных телефонов, компьютеров, телевизоров привел к электромагнитному смогу, который в свою очередь привел к резкому росту заболеваемости населения. Я как изобретатель был озабочен данной ситуацией и в результате было изобретено устройство по защите от электромагнитных полей. С детства Владимир занимался спортом. После армии получил свой первый спортивный разряд. Всю жизнь он думает о здоровье своем и окружающих людей. Ученые-изобретатели всегда стоят на защите населения от вредных факторов окружающей среды. Здравствуйте, Владимир. Вас как величай? Ольга Николаевна. Ольга Николаевна. Здравствуйте. Сейчас мы проведем исследование и посмотрим, визуализируем процесс, доказывающий эффективность изобретения под названием нейтроник. Я приглашаю испытуемого, у которого будет произведен забор крови, и мы проведем это исследование в реальном режиме времени. Ого, насколько глубоко. Мы провели более 50 исследований, и в процессе этих исследований получили уникальные результаты. Доказательство эффективности устройства нейтроник. С одной стороны, его эффективность доказывается прекращением воздействия на организм человека. С другой стороны, мы получили параллельные результаты, подтверждающие снижение электромагнитного поля вокруг излучателя. А во сколько раз понижается воздействие электромагнитных излучений? Я понимаю, что не полностью вы снимаете. Полностью невозможно снять. До безопасного для человека. То есть человек может разговаривать по телефону, работать за компьютером, без практически ущерба для своего здоровья. Вот сейчас мы посмотрим нормальное состояние испытуемого, какова у него кровь. Это эритроциты. Эритроциты – это красные кровяные тельца, основная функция которых – перенос кислорода. То есть это практически вариант нормы. Хотя человек курильщик, и вот видите, такие зазубринки, есть эритроциты, которые неровные, а немножечко как шестереночки такие. Так вот, у курильщиков образуется, каждая выкуренная сигарета – это 300 тысяч вот таких деформированных эритроцитов. Но, в принципе, кровь норма. Проведем второй этап эксперимента или исследования. Я буду звонить по телефону, испытуемый будет слушать меня. И мы посмотрим после этого состояние крови испытуемого. Алло. Нейтроник работает одновременно с включением прибора. Уменьшает плотность потока энергии не менее чем на 30%. Уменьшает статический потенциал у мониторов компьютеров не менее чем на 50%. И в данном случае мы сейчас будем наблюдать, что снижается магнитная нагрузка на организм человека. Сейчас произведем забор крови вторичной. Минута прошла. Пожалуйста. Сейчас вы посмотрите, каково состояние крови после разговора по мобильному телефону. Да ладно. Эритроциты склеились в монетные столбики. Вы видите? Это так называемый сладж. Видите? Поскольку мы говорили, что главная функция эритроцита это перенос кислорода, то организм, в принципе, находится в состоянии гипоксии. Посмотрите. Потому что ткани недополучают кислород. Посмотрите, какая ужасная картина. Так, теперь мы приступаем к третьему этапу испытания. Чтобы узнать, что произойдет с эритроцитом, во время третьего опыта мы наклеили нейтроник на аккумулятор мобильного телефона. Наклеивать устройство необходимо так, чтобы стрелка, изображенная на нем, была направлена вниз. По отношению к антеннчику вот так устанавливаем и закрываем крышечкой на мобильный телефон. Теперь мы производим опять-таки звонок по мобильному телефону. За мой счет. Алло. Жив еще? Добрый день. Вот, продолжаем наш рассказ. Помимо биологического действия нейтроник уменьшает напряженность электромагнитного поля вокруг излучателя. Мы заканчиваем разговор и берем следующий забор крови. Давайте посмотрим, что произошло. Вы понимаете, что эксперимент у нас быстрый проводится. И даже при таком быстром эксперименте видна иная картина, чем была до этого. Я в этой связи хотел бы сказать вот о чем. Инновационная активность в нашей стране оставляет желать лучшего. Известно, что наши специалисты, выехавшие за рубеж, в Соединенные Штаты в частности, существенно подхлестнули инновационную активность в этих странах. Поэтому я считаю крайне важным поддержать эту разработку и оказать всемерное содействие ее авторам в реализации ее в серийном производстве. Главный редактор газеты «Известия» Владимир Константинович Вамытов. Вопрос к врачу. Они потом эритроциты расклеиваются когда-то или нет, если прекратить говорить по мобильным телефонам? В принципе... Следовательно, у меня, как у человека, который не отнимает трубки от уха, все склеено уже. Вы знаете, когда вот изначально, вот мы у испытуемого взяли кровь, и она изначально была, в общем-то, достаточно такая, скажем, жидкая, да, вот простым языком, если сказать. Вот если человек, вот я беру кровь изначально, у него кровь вот как второй вариант, то, вы знаете, я предупреждаю человека о том, что если вы не измените отношение к своему здоровью, просто потенциально это сосудистая катастрофа на самом деле. Потому что гипоксия тканей – это ишемическая болезнь сердца. Это всё начинается с банальных головных болей, да, там, с быстрой утомляемости. И потом это переходит в ту патологию, когда, если это функционально, это один вариант, да, но это переходит в органическую патологию, когда человек уже заболевает. Если эта опасность, о которой мы говорим, столь серьёзная, и она существует, тогда любое изобретение, которое её снижает, для меня является полезным. – Безусловно. – Спасибо. Егор Андреевич, Вам слово. – Ну, конечно, надо сказать, что демонстрация состояния крови – достаточно удручающее зрелище, и оно, конечно, действует на сознание такого малопонимающего в этих вещах человека, как я, весьма убедительно. Я считаю, что это полезная штука, тем более, что она мала, совершенно не требует каких-то сложных манипуляций с тем, чтобы использовать её. И мне кажется, что эта вещь очень прекрасная, и мне ничего не остаётся, как 10 поставить. – Юрий Васильевич, пожалуйста. – Ну, понимаете, я, так сказать, откровенно говоря, вообще ничего не понял просто. – Так. – Ну, ведь как? И что такое сотовая связь? У вас есть центральная станция, скажем, в Москве, да? – Да. – Вся Москва разделена на соты, 3,5 километра, так сказать, в диаметре. – Так. – И вот человек идёт по одной соте, и ему нужно с его сотового телефона иметь такое излучение, которое, по мощности, которое достигает центра этой соты, то есть на полтора километра. Вот такое излучение, и не меньше. – Так. – Если мы у этого телефона излучение, как вот он говорит, уменьшим, так этот телефон у нас не будет связываться с центральной станцией одной соты, и всё. – Почему? – Интересно. – Оно уменьшается. – Почему это, Юрий Васильевич? – Нет, ну как, почему? – Нет, я могу ответить на этот вопрос. – Дорогие друзья, электромагнитная энергия затухает, как единица на R квадрат. Существует формула затухания электромагнитной энергии. Её вывел физик Минин в 1974 году. С тех пор по ней рассчитывают затухание электромагнитной энергии учёные всего мира. Эта мощность должна быть такова, чтобы, уменьшаясь как квадрат расстояния, всё-таки при достижении центральной станции в этой соте, чтобы она могла, ну, быть ей принята. Понимаете, да? В этом суть. Ведь сотовая связь – это эстафета. Если он уменьшает эту мощность, ну, вот этим прибором, это можно сделать. Взять экран, заэкранировать сотовый телефон и вообще поместить его в металлическую коробочку, и всё. Экран, да? – И работать не будет. – Вот, так он, ну, конечно, никуда не достигнет. А если он достигает, извиняюсь, дорогие друзья, если всё-таки сотовый телефон достигает, значит, этот прибор мощность не уменьшает. – Так, интересно, ваше слово. – Так, а я могу вам на это ответить. Вот этот лепесток, диаграмма направленности, которая идёт от телефона, она прекрасно связывается с базовой станцией, где бы она ни находилась. Но есть ещё маленькие лепесточки, и это можно посмотреть. Вот такие вихревые поля электрические, которые уменьшаются, они на качество связи не действуют никак. – А микроволновые печи, а компьютеры, а телевизор, это же закрывает совсем. – Конечно. – И ни на что не влияет. – Нет. – Микроволновая печь, просто поставить экран, и всё. И, так сказать, хозяйка, когда подходит к печке, на неё ничего не падает просто из этого экрана, и всё. – Хорошо, а компьютер? – Вот. Вот компьютер, там, конечно, сложнее, потому что там есть, так сказать, дисплей. Это зависит от того, какой дисплей, дорогие друзья. Если этот самый дисплей жидкокристаллический, он абсолютно никак не влияет на человека. Абсолютно. Мы этим делом занимаемся очень-очень давно. Я директор Института радиотехники и электроники Российской Академии Наук. Вот, поэтому мы прекрасно знаем все эти излучения. В данном случае, так как это пассивный прибор, ведь пассивная штучка, правильно? – Пассивная, пассивная. – Она же никуда не включается. – Да. – Поэтому, я думаю, что она может действовать только просто, как экран. Поэтому, ну, я бы поставил три. Три. – За что? – За то, что в этом направлении надо работать. – Простите, у нас же эксперименты проводились и измеряли напряженность поля. А это как к этому относиться тогда? – Вы же нам не разъяснили, как он работает. – Нет, как работает. – Я вот не могу понять, как он работает просто. – Как работает, это сфера теории. Мы не теоретики, я изобретатель. Я поставил задачу, я её решил. А вопрос теоретического обсуждения – это вопрос долгий, это можно теоретизировать до бесконечности. – Нет, секундочку, оно работает, но вы не знаете, как? – Нет, я знаю, как оно работает. – Так вот как? – Нет, минуточку. Как работает, как экран, который прекращает воздействие излучателя на биологический объект. Всё. – Нет, это что он делает? А как он это делает? Вопрос как? – А как это делает? Это вопрос теоретический, который надо изучать. Вот и всё. – Ещё есть вопрос к врачу. – Да, слушаю. – Всё-таки вот эти клинические испытания в серьёзных медицинских организациях проводились? – А как? – В серьёзных. – Кафедра второго медицинского института. Это российский государственный медицинский университет сейчас называется. – И от них есть заключение? – У нас клинические испытания проводятся до сих пор. – То есть проводите, да? – Конечно. – Ну ладно, тогда пять. – Ага! – Надо исправить, исправить надо. – Прошу, исправьте тройку на пятёрку. Дмитрий Иванович. – Мне кажется, эта разработка очень нужна, полезна. И, конечно, вы должны всё-таки, Владимир, быть готовы ответить на эти вопросы. А что, как говорится, там? Даже вот в этой студии, на других каких-то уважаемых симпозиумах или конференциях, я видел аналогичные разработки, но ни одна из них не была принята почему-то. И поэтому, учитывая высокую такую нужность и необходимость этой работы, 10, потому что я считаю это очень важно. – Коллеги, я вот предлагаю следующее. Вот у меня в институте есть специальная лаборатория электромагнитной совместимости, которая занимается изучением воздействия электромагнитных волн на человека. – Так. – Я предлагаю просто вот этот аппарат принести к нам, и мы просто действительно посмотрим, вот реально, по излучению. Вот и всё. – Хорошо. – Хорошо, обязательно. – Замечательно. – Я буду рад с вами посотрудничать. – Спасибо. – Владимир Глебович. – С моей точки зрения, хоть и не совсем понятно, как эта дирала работает, но вроде бы как оно работает. И оно очень перспективно, и я бы поставил 10 баллов. – 35 баллов. Единственное, что меня смущает, и я понять никак не могу, почему не буду называть эти компании, мы все их знаем, почему они не вцепились в вас с мёртвой хваткой. – Потому что это антиреклама, продажам, это очевидно. – Да они пошли, должны были вас купить на корню, и в каждый свой телефон вбабахивать эту штуку, и позиционировать, как абсолютно безвредная связь. – Вот давайте, мы ему пожелаем это действие произвести. – Ну вот для этого фабрика мыслей, вероятно, и существует. – 35 баллов. – Владимир Чуняев, Раменская. –X в целом пословием. – kneka, — –wards Finanzка. – Peшка. Место höл ponto deiя – – – Продолжение следует...